Имело место диастоптизм планетарного масштаба, и явно произошла координатная смена в стиле и донема геологии и устранических событий. Ранее юридическое время, как в любом случае, характеризовалось высокой интенсивностью и живой распространением директорических процессов. Их действие запрещено, прежде всего, в комплексы по туристической группе, в региональных и локальных воздушностях СССР, а также в реальном программе в низких комплексах Землиных и комплексах, после причинного рогнина, а также в воздушных полях по Роско-Ленинской группе. В позднее веневийское время, естественно, это сверху на правду, была эпоха еще отчащего проявления вулканической активности. В течение этой эпохи большую часть поверхностных планетарных в несколько этапов была заметна комплексом жительного заряда. Акрурийской группы, доминирующей на торезе региональных и локальных и локальных воздушностей группы, это те комплексы, когда поверхность попадалась вулканической группе. Вопрос о напрашивающейся гротной реализации этапа протяженного ангийского времени пока что осталось открыт. Здесь для очень видной истории, без малого полмиллиарда лет, не предположено внутреннего деревья. Что касается протяженности веневийского периода, то 330, если не ошибаюсь, миллионов лет, хватило в том, если время такого пары Р, а не только на два периода. Пятое защищаемое положение – видимость, видимая часть геологической истории Венеры, характеризовалась четко выраженной нейтрональной эндогенной активности, носившим глобальный характер и выразившимся в смене режима. Автор полагает, что основные детали перимоновой топографии Венеры заложились еще в начале геологического периода, в эпоху космоса к гетоническому режиму, глава 7-я страница 10-96. Данный вывод исследований принимается известной оговоркой. Поскольку фаскоперезерный фунталь во многих областях погружается под покрылый газолитов более молодых ранений, он невозможно, что в период русалка земли могли иметь место нисходящие гетонические движения типа земли и периодинистов. Этот эпитет в жеребе пуски было подтверждено в сегодняшнем докладе. Гетонное периодиние вполне могло действовать и более единственное явление, чем районные этапы гетонической истории. А вот эти движения могли нести существенные коррективы по фруктунистическому топору. Вывод о том, что в течение отельского периода образовывались революционные зоны, а в органической активность на силу очаговый пакета отчасти самоочевиден и не нуждается значима. Дезультаты в истории опережут слова доказательными, проблематичными и политическими представлениями о тектонической истории Земли, например говоря, о столяном внутреннем смещении мальчиков уже в новой сентябре 13-18-8-8. Тоже относится к парамерной конструкции Земли, 500 миллионов, 65%, рисунок 77, страница 10-190. Не все исторические, идеологические науки, тектоники и технологии находятся на тех же позициях, которые пошли в школьные учебники, к сожалению, и являются доминирующими безразделиями. Но, ссылаясь, скажем, на фрицепы Кадемко-Малашевых, скажем такому, в нашей децентрике, я могу сказать, что тектоника в ли диагонических проставах более убедительная, чем калитриевая масса. И когда мы говорим о генеральской истории, где вообще-то все-таки проблемы смогут совершенно открыты, но до генеральской истории, может быть, когда-то было аккуратнее с внеземными параллельными ответами. А также, несясненно, согласился с Гитлой Васильевичем Малашевым, что при сравнении вопросов в линейке не могут представляться оборудоваться в линии среди надежных, кто в линии субъекциями, отвечая на вопросах, которые просто отставили в предложении в США. Шестое положение. А также обозритель, состоя из по межу расфиксации на сквозитную системе. Михаил Васильевич Иванович вполне будет делать, поддерживает модель эллиминации подробных доспех при переходе к программам региональных размеров. 2.7, 3.25, 3.26. Мы один раз в этой аудитории проходили по симфолиуму, с Божестом Хэллом обсуждали этот вопрос и умело творчески развивать представление Ивановича Ивановича. Автор убедила понятность в том, что чиновные равнины, чиновные равнины, цинхронные фотоспортные уголы, и в том, что объяснение их формы следует искать не в сатурации базариков ремарных газов и не в социализации растворов, а в результатах его консенсационной дифференциации. Отзывы, которые нам предположим, в день получили дружеские систематологические фото, по этому поводу сказывают сомнения, но мне кажется, что здесь позиция Михаила Васильевича Ивановича. Согласим, здесь доверяется дезертанка насчет скромных мощностей космических комплексов вулканического режима, вероятно, не превышавших несколько сотен метров. Что касается привлекших внимания протяженных русел, плавок до 7 тысяч километров, проходящих по поверхности Венеры, то возможно, их общество, скорее всего, расслаблено гостей, как паранидеитовое, это говорилось ему, как и Никитовое, чем серое, за счетом того, что серое, как плюс фигуроба, 250 градусов цепсия, испаряется, и даже под корпоркой апостерой ингенера Ивановича. Таким образом, Михаила Васильевича Ивановича, посредоточен в дезертации достаточным материалом для успешного отстаивания своих ощущающих вулканических. Из частных ревизионных замечаний стоит отменить токсическими издачными составами ревиза, плотно-упакованных, которые все так и доказательно используются в отношении гречи, когда даже ревизионных зон, структурно-принятных в условиях ревизиональных равнины и т.д. Он не хочет, чтобы не прожить, а также для рыбокопластика англомата. Глагол упаковывать, его производные искреит, альмининг для армалитивных образований, в чем для лимеевых форт, пиротолический рекорд, и, с той же серии, рыбкая группа граммов, указующих горстый рангелет в восточной части порта Вашегориста. Представляется, что находление вулканического второй федерации региональных равнинов, понижение кредитов, глава 237, может быть не свидетельствовать, как полагает преподаватель Чемодот, в том, что местные понижения и повышения кредитов были сформированы до начала измерения материала обширных армурных потусельников. Нисходящие ухран технологические движения могли вызывать поножные депрессии и, по завершении, первые провоза оформления геонардов Чемодотов. Эпитер при пользователе по отношению к лакомическому плату лакомическому плату Лакшми, глава 4, страница 111. А к нему не передает его сформация характера. Об этом уже что-либо. На геологической карте листа В7, рисунок 4.11, страница 155. Высокоборная ламина, стабастерия и леонардов, компонующая лакомическому плату Лакшми и летом теми же условными обозначениями, что и господ, чем летние рождения. В отсутствие этапографической подростковой карты, геологи, анатоматологический комплект Лакшми графически вообще не совершен. Их стабистолево обороны и есть рацион. Использование соперника почти не видит плату Лакшми. Уникальнейший комплекс в масштабе солнечной системе. Отображённые стандартный набор на знак компактный поливозно-охранитель в управлении 때 Сонden мороз, в грандиозность даже помех всех планетцев А также, к сожалению, не выглядели на карте уникальные центры монетарищества активных знаний. Перечислены дискуссионные положения, и ни в кое-какие не снижают весьма высокий оценок представленных на защиту работы Николая Васильевича Ивановна. Центрационные исследования имеют фундаментальные характеристики в области региональной биологии и стабильной методологии, а также большую преподаватель отчаяния и следствия, продолжение изучения меры предстоящих заповедных. В результате сервера служат публикации для самостоятельной целостной монографии на русском и английском языках. Такая монография ожидаема специалистов в области геологии, генетологии, генетологии и генетологии. При подготовке к книжной реабилитации следует избавиться от иоднократных повторов, которые во сне прикладились в принадлежении секционного текста на базе ряда авторских сказей. Разработки Михаила Алексеевича Ивановна целесообразных и даже включает в возрастные курсы генетологии, которые читаются на геологических и генетологических факультетах Московского государственного университета, в том числе с этими существующими предоставлениями, вмигали генетологические курсы, в том числе и генетологии, и как мы слышали не за данные предложения. Выводы вполне отражают результаты 10-12 лет. Основные положения более страховыми опубликовали заплат, в ближайшем почти источник в английском языке. Посвященные в дальнейшем мере сели статей Михаила Собченко-Монова Практически единство из отечественных планетологов, ну, может быть, за исключением Дмитрия Николаевна Гусева, которая в соавторстве Собченко-Монова статьи подготовила. Так вот, как единство из отечественных планетологов, он писал статьи, которые вошли в международную трехтонную энциклопедию планетных форм, энциклопедия of planetary landforms из вышившего издательства из Плингер в 2015 году. Об этом своем основном вкладе в сравнительной поэтологии Михаила Васильевича Ивановна в диссертации «Собченко-Монова». Как члены декционной коллегии этой диссертации, отвечавшие за корпус вулканических статей, я могу сказать, что сама эта серия статей международной энциклопедии это показатель международного, признанного уже в работе Михаила Васильевича Ивановна. Работа прошла достойно от работы в докладах на новых конференциях, совещаниях и семинарах праздничного курса. В авторе всех диссертаций, так же, как и многочисленных диссертаций, полностью отражены основное содержание нового исследования. Его тематика, формулировка целей, научная нерезда, методика и общая направленность на изучение геологической истории соседней планеты, подтверждается ответственной диссертацией специальности МО-4.0.1 в общей региональной географии. Соключение. Анализ институционной работы. Решение, сформулированное диссертантом целей и задачи, способами и методами реализации, интерпретацией научных этапов, подтверждает высокий уровень научной квалификации Михаила Васильевича Иванова в области региональной геологии и сравнительной планетологии. Добавляю, что здесь касается и школам ГРИ, и бирсовский этап биографии нашего соискания. Диссертация Михаила Васильевича Иванова представляет самую зрелую научно-профессионную работу. В ней на основании выгодных авторов геологических и геологических исследований на базе комплексного дешеврежа и дистанционных работах и сравнений. С учетом наличия и достижения страней культурной технологии, разработали сценарии геологической истории и поддерживания. Это можно оценивать как значенное научное достижение. Диссертация написана самостоятельно, хорошим языком, аналитичной структурой Германа, что позволяет сествовать в основной графике и сохранить служение и единства. Новые результаты положения для реальной логичной защиты свидетельствует о значительном личном структуре снискачей науке пункта 9 и 10 «Положение о засуществлении учебных стратегий» от 24 сентября 2017 года, номер 842. Диссертация Иванова является завершенным традиционным исследованием, удовлетворяющим требованиям предъявленным топорским диссертациям, осыскать и заслуживать присуждение учебных стратегий диссертаций по специальности М4-2-1 общества и регионального диссертации. «Спасибо. Андрей Александрович, пожалуйста, для этого замечания». «Спасибо за пользу, Александр Александрович. Несколько замечаний по поводу короны рактойных, больше таких морфологических опытных я уже говорил, по поводу деления истории на скольких периодов, но я придерживался двух кратерного счета, потому что эта методика дает нам оценки возраста. И вот по возрасту, по этому кратерному счету, по возрасту и кратерному счету, вся действия делится на две части. Дальнейшее деление вот такое, как вы говорили. Первая часть делится еще раз, еще раз. Это уже особое, да, трагеграфические, геологические подтверждения вот такого деления. Ну, что еще можно сказать? По коробу лакшни, ну да, это уникальная структура, ну, не хорошо она не приходит, так как вы говорили, но я, в принципе, не меняюсь в теле. Теперь, карта. Ее, конечно, формально, конечно, она морфологическая карта. Вот. Я привык ее называть геологической, потому что она идет в совокупности с коррекционной диаграммой. Она дает развертку во времени, показывает соотношение о разделении пространских во времени. Для меня это геологическая карта. Вот. И на самом деле, разные другие люди тоже называют вот этот продукт геологической карты. никакой нигдеологической, там, еще чего-то, геологической карты, Ну, ее можно взять в какую-то руку, и от этого ничего не треется. Ну, назовите ее вам, что вы хотите. Она вот так была такая, она показывает то, что показывает. Она показывает время, по крайней мере. Подразделения пространские и по времени. Вот. А то, что она пока, знаете, в форме рельефа, да, конечно, у нас другого ничего нет. Мы видим поверхность, мы видим, как меняется рельеф в одной местности обличается, в другой местности. И вот здесь, Спасибо. 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 Теперь мы переходим к кредитию. Пожалуйста. Кто хотел бы выступить? Спасибо. Но все-таки у нас есть группа в заднице. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Вопрос о том, как назвать эту науку, какие, так сказать, фундаментальные основы, и какие наблюдения можно использовать при сравнительном анализе планетных дел данного типа. И тогда еще будучи человеком молодым, у меня основное впечатление, что это наука о том, что вот как из очень не слишком ясных и всегда однозначных, порой противоречивых наблюдений, попытаться создать мозаику сценарию видения эволюции младеных дел. Вот эта неопределенность, она, кажется, наверное, имела место на начальном периоде. Мне кажется, тот блестящий доклад, и та работа, которую Михаил Васильевич представил, она говорит о том, что вот эта наука, которая зарождалась вот с такого начального этапа, она превратилась в действительно фундаментальное знание на наших глазах практически не за этот период. И я хотел бы особо отметить впечатление работы Михаила Васильевича, что за каждым наблюдением лежит очень серьезная биологическая логика и фундаментальнейшие выводы. Из таких, одно у меня есть краткое, может быть, замечание, Михаил Васильевич сказал, что вот фильтруя базу данных по составам математических пород, постарался тщательно отбросить все то, что, так сказать, с краешку что-то аномальное. Вот не попало ли в это аномальное так называемое ультракалиевое высокомагнезиальное камуфубитое? Надеюсь, я... В общем, хочется поздравить эту лабораторию, что из ее недр выходит такая замечательная работа и считаю, что, безусловно, Михаил Васильевич Дмитриевич 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 Дмитриевич. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич. Кто еще хотел бы, пожалуйста? Как член диссертационного совета нашего института я хотел бы поддержать ту работу, которую мы заслушали и дать ей высокую оценку. С моей точки зрения, Михаил Васильевич выполнил диссертацию и, в целом, работу, которая, безусловно, является докторской, соответствует высокому названию доктора геоминерологических наук. И, прежде всего, здесь я хотел бы отметить ту работу, которую он проделал, которая лежит в основе всей диссертации. А именно, картирование практически всей, как мы слышали, если я не ошибаюсь, 95% поверхности Венеры в составлении вот этой радиационной карты. В чем? Учтите, что карта составлена в масштабе 1,10 миллионов. То есть, более детально, чем те карты, которые мы сейчас имеем, например, в эпилогических частях океана на Земле. То есть, это потрясающая работа, которая потребовала просто титанического труда. Я это немножко представляю себе. И именно она стала основой всех дальнейших построений. Более того, эта работа была бы невозможна без предварительной типизации основных морфологических комплексов, которые выполнил Михаил Арсеньевич. Но мы здесь слушали уже и в отзывах, и в письменных, и в устах, что здесь могут быть немножко различные точки зрения. Различные исследователи предлагали дополнительно включить какие-то элементы рельефа. Но на эти предложения Михаил Арсеньевич уже отвечал. Поэтому я останавливаться не буду. Но тот факт, что была такая типизация проведена, и она введла в основу составной радиоакционной карты, по-моему, очень важна. И это тоже, безусловно, заслуга и диссертанта. И, насколько я понимаю, в начале еще приезжали построения Базилевского и американских соавторов. Я думаю, что это целая линия такая в исследовании Венеры, которая замечательно продолжена. И вот сейчас наклад окончания, вот для данного этапа, конечно, в работе Михаила Арсеньевича Иванова. В то же время, я должен сказать, что у меня сложилась такая же точка зрения, как у профессора Лукашева, что мы имеем дело все-таки не с геологической картой Венеры, а с геоморфологической. И действительно, отчасти с этим согласился и сам диссертан, на этой карте отражены, прежде всего, морфологические комплексы, а не вещественные комплексы, как на геологических картах. То возражение, что, значит, здесь отражены не только морфологические комплексы, но и всем этим комплексам придано определенное стратеграфическое положение или предположение в некой составленной стратеграфической шкале, на самом деле принципиальным разражением не является, потому что в геоморфологических картах мы встречаемся сплошь и рядом с элементами рельефа или с комплексами элементов рельефа, которые обладают различным возрастом. Ну, достаточно упомянуть поверхность и выравнивание различного возраста, или там серии террас различного происшествия, которые всегда имеют различный возраст, и так далее. Так что это возражение, с моей точки зрения, не является таким уж принципиальным. Теперь вот чрезвычайно важная вещь – это стратеграфия, стратеграфическая основа. Диссертант показал, и в автореферате, там есть фотографии, и в своем прекрасном докладе, показал, что на конкретных снимках радиоэффицированных достаточно хорошо, а иногда и легко, иногда, наверное, и сложно, выявляются, так сказать, стратеграфические соотношения между этими основными элементами рельефа. Все-таки рельеф – это лучше говорить ландшафта, чем местности. Вот со словом «местность» почему-то у меня сильно режут носу. Но, с моей точки зрения, строгих доказательств того, что составлена единая стратеграфическая шкала, которая работает для всей, ну, видимой части геологии Венеры, нет. И более того, ее и убить не может, пока у нас нет геогонометрических данных. Ну, чего нет, кого нет, я понимаю. Но, с другой стороны, понимая, что в геологии мы имеем схожее ряду дело с периодами самых различных продолжительностей, ну, например, периоды вулканической активности – есть, есть. Трансгрессивно-регрессивные циклы – есть, есть. Климатические циклы, связанные с ними рекуренция – существуют, существуют. Короче говоря, нельзя исключать того, что одни и те же выделенные маркологические типы могут или могли повторяться на различных этапах геологической истории. Это может быть так, а может быть и не так. Еще раз говорю, что без геохронометрического контроля все это висит в воздухе. Автор пошел по своему пути. Он принял эту оригинальную, изящную, очень красивую гипотезу о одновременности, о глобальности, так сказать, техникофической шкалы. И на этой основе уже дальше красиво, вот, последние классы диссертации сделал изящные такие выводы об истории вулканизма, об истории фитоники, об истории обновления, рельефа и так далее. И это выглядит хорошо и достойно, но я еще раз присоединюсь к уже высказывавшемуся здесь мнению, о том, что, с моей точки зрения, пока это гипотеза. Очень хорошая, красивая, но все-таки гипотеза, которая характеризует, прежде всего, современный уровень изучения Венеры в мире, ну и, разумеется, квалификационный уровень и знания и умения самого диссертанта, который я не подвергаю сомнению. Ну, а смотрите, всего-навсего в нескольких точках определен и не очень хорошо химический состав вещества, которое обнаружено на поверхности Венеры, и уже видим, какой разброс значений. Можно не сомневаться в том, что те будущие данные, театронометрические, которые появятся, они внесут в много-много сложностей. Представлю сейчас вот такую красивую, идеализированную историю геологического развития Венеры на ее последнем стадии. Но в целом ни квалификация диссертанта, ни сделанное им научное открытие, они полностью выдерживают ту критику, которую отчасти я предвещал в моем выступлении, и как член диссертационного совета я, безусловно, буду голосовать за. Присуждение ученых Сидней, доктора геологии и минералогических технологий. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... А что я хочу сказать про исключительные практические важности для... Об исключительные практические важности это разумно. Об этом как-то диссертации в открытии я не отвечал. Дело в том, что планета Венера, она является для Земли, для эволюции Земли, эволюции Земли, это гораздо более важнее, чем Марс, потому что они две планеты, которые называются с одного и того же мущества, которые близко у нас к фотоклонению к Марсу. С фотоклонения имеет одинаковую массу, одинаковый состав, одинаковую массу, сколько колбаса, размеры состав, то есть как бы у них все есть, все путет, но в общем, почему они пошли по-разному пути? Поэтому, Венера тут часто она и забытое, но исследования, которые продолжаются. Сейчас Венера, который осуществляется членом, членом объединенной рабочей, объединенной наружной рабочей группы Роскосмос и ЕГИ НАСА по включению в НАСА в проект Венера. В проект Венера-Те он несколько лет находился в статистике. И важный, этот проект, он, это, серий флаг, точный флаг, миссия по классификации НАСА, и один из важных элементов является большой посадочный фарад. Это посадочный фарад типа Венера-Те, но инструменты на него установлены, естественно, с точностью, точность, которые превосходят на порядок те, которые вывели. когда-то и исключительно в ваше предоставляли, в этом смысле, как бы есть посадки. Наиболее научно отзначиваются, это рассматриваются посадки на тесты. Как наиболее древние области, где, как бы мы ожидали, научатся может быть остатки, какие-то минералы, как бы называть, или остатки, может быть, древних жилистей. Но посадки на тесты исключительно опасны, и как бы при таком разрешении, которое сейчас существует, после бомбинала, там 200 метров, 200 метров, не представляется ладончик. Поэтому изучение, изучение областей, которые, которые не так известны, как тесты, как тесты, но представляют возможность к большому научному цену, с точки зрения, может быть, превышеного материала, что они же не видят огромное значение. Вот что как раз, что как раз очень важно, в заключении, классификация, она является очень важным в заключении Алил Алексеевича. И он как раз занимается выборами места посадки, и есть, ну, где места посадки, которые он хочет. Спасибо. Я считаю, что, и я считаю, я считаю, что он в чем-то спировал, и не конечно, и естественно, заслуживает послушивание степени, доктор наоборот. И сам и не. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. А кто представится, да? Да. Герасим, аналитирующий институт космейских исследований, так и высокое срочное зрение от космейских исследований, что я хотел сказать, что любое научное знание, оно имеет, как правило, две составляющие. Первое, это фактический материал, который вложен в это знание. И второе, это те гипотезы, это такая интерпретация, которые в Украине используют эти знания. Что касается Венеры, у нас, конечно, надо мной исследовалось длительное время. Но что у нас есть в Украине? Что касается поверхности, она, к сожалению, очень... Она не доступна для визуального исследования из-за очень плотного полночного слоя, поэтому единственная карта поверхности, которая была получена, это только лишь вот эти радионсортирования. Хотя бы, опять же, дает не контрасты в оптическом диапазоне картинки, а контрасты в радиодиапазоне, которых тоже еще надо проинтерпретировать на понятные все образы. А что касается анализов вещества, я понимаю, что для того, чтобы построить геологическую карту, надо желательно знать и высотный профиль, и состав поверхности химический, и даже где-то на глубине, и возрастные характеристики. Но, к сожалению, у нас всего лишь несколько мест посадки, где были получены результаты. Если бы кто-то видел эти результаты, то я бы сказал, что они сами по себе как бы нужна даже в интерпретации, потому что качество, конечно, этих света было героическим поступок в геохизии соучаствовав в получении экспертов. Но на уровне той техники, в тех условиях, конечно, вот этими профессиональными счетчиками, с плохим разрешением это пропусал на просто некий Бог, который потом подтвердался реконволюцией, и ошибки огромные. Можно сказать, что у нас почти нет качественных данных полосоставов и нет. Вот даже здесь цифры 1.47 1.46 1.61 это 1.5 будет минус 0.5 это уровень знаний, уровень той точности, составе, который наиболее в руках. И понятное дело, что когда недостаточно знаний, то заполняется гипотезами, здесь конечно Николай Семенович приведет тоже гейко подвигом, но смелость с тем, кто все-таки выдал эту карту составе коллектива, понятно, что не только он сам все-то делал, и я считаю, что эта карта очень добротная продукция, потому что она сделана исходя из имеющихся данных, здесь недодуманная, здесь немного сущности безнадобности, она отражает то состояние знаний, которое есть на данном и это очень хорошая основа для того, чтобы дальше это знание вперед, конечно, эта карта будет модифицироваться по мере поступления новых данных, вноситься изменения, но это хорошая база для последующей работы, безусловно, это работа не только на отечественном новом, но и на новом. Спасибо. Натюшка. Большиня желающегося. Тогда мне хотелось заключить, что действительно сегодня мы с Ведетем в фильме работы, и это направление очень важно для нашего института, оно вообще уже традиционное, еще с времен Александра Павловича, и я думаю, что несмотря на то, что действительно мы мало знаем, имели, и может быть качество данных и такое подходило имели, но все-таки вот эта работа, она является другим обобщением всех материалов, тех данных, которые накоплены в настоящем дне. И мне нравится, что может быть целый ряд гипотетичных было даже этим защищаем в положении, но это вполне на мой взгляд оправданно, потому что на сегодняшнем уровне наверное лучше сделать нельзя. Но я должна сказать о недостатках, необходимо в какой-то степени. Единственное, что мне кажется, надо отметить, что вы не дали нам сетт уфа, что все-таки сделано до этого, до вас нужно будет дать, потому что в общем-то конечно коллеги в своих отзывах, выступлениях это осветили. Но вам надо выступления в вашем все-таки это да, на мой взгляд. Вот. И все-таки я бы сделала сопоставление с массой земной больше. Я понимаю, что тут больше фантазий, но хотелось бы очень хочется это слышать. И то, что вы говорите, что состав совсем другой, это конечно поразительно. Потому что в какой-то степени, конечно, атмосфера разная, но все-таки как правило развитие этих планет оно все-таки и и общего. Хотя конечно мы знаем, что Марс жерезе почему-то непонятно. То есть у вас масса отскоков имеется. Ну, я думаю, что вполне менее формировала цена. И я считаю, что мы должны поддержать эту работу и надеять, что члены учебного совета поддерживают эту работу. Кто хотел бы еще сказать? Все я. Тогда вам нужно выключить этот долг. Если вы хотите экспериментировать выступающими сейчас, вы можете это сделать. То есть это от вас дали выдержаться. Да? выдержаться. Я благодарен всем принимаю все эти комментарии и замечания и полностью понимаю, что они справедливы, но у нас что есть, то есть но нет. Больше у нас нет ничего. Я пытался вот так выжать все последние возможности. Я только могу сказать спасибо коллегам сейчас, которые как говорили в какой-то петь умений и главным образом коллегам о своей работе в лаборатории, которые в общем-то стимулировали и поддерживали эту работу. Собственно и все. Спасибо. Как комиссия наша готова, да? А мы минутку сейчас по процедуре да, так что пожалуйста пару слов. Спасибо. Пропагон номер один заседания на счетной комиссии избранной диссертационным советом. Состав избранной комиссии Руканин Олег Александрович, Севастьянов Вячеслав Сергеевич, Ленин Виталий Григорьевич. Состав диссертационного совета утвержден в количестве 30 человек. Состав диссертационного совета дополнительно введены 0 человек, не введено никого. Присутствовал на заседании 23 членов совета, в том числе докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации, 14. Роздано бюллетеней 23, осталось нероздано бюллетеней 7, оказалось гурне бюллетеней 23, результаты голосования по вопросу рассуждения ученой степени доктора биологи гурне наук Иванову Михаилу Арсеньевичу за 23 против 0 недействительных бюллетений 0. Председатель счетной комиссии «Севастянов-Линдик». Так, одно за утверждение. «Севастянов-Линдик»